Моря и океаны скрывают множество тайн, а среди их обитателей есть настоящие загадки природы. Сегодня мы расскажем о существах, которые могут удивить даже опытных исследователей. Эти твари обладают не только удивительной смелостью и умением противостоять крупным хищникам, но и поражают своими уникальными социальными связями и поведением. Они изучены довольно мало, но даже то, что известно о них, уже способно заинтересовать и по-настоящему впечатлить. Вы на канале Дикий мир, и сегодня мы откроем завесу тайны черных дельфинов – гринда, уникальных морских животных, чья жизнь полна сюрпризов и открытий. Не забудьте оценить это видео и подписаться на канал, а мы начинаем. Черный дельфин, которого также называют гринда. Что же о нем известно? Существует два вида черных дельфинов – обыкновенная гринда, обитающая в умеренных и прохладных широтах, и короткоплавниковая, предпочитающая тропические и субтропические моря. От других видов дельфинов наших героев отличить несложно. Длина туловища черного дельфина может превышать 8 метров, а его вес составляет примерно 3 тонны. Но таких размеров могут достигать только самцы. А вот самки весят около 800 килограмм. Ну и это, разумеется, немало. Еще одно отличие гринд от других дельфинов – это черный цвет кожи. Также на брюхе у них имеется светлое пятно, по форме напоминающее морской якорь. Черные дельфины почти никогда не плавают поодиночке. Они передвигаются группой, состоящей из 10 особей. В такой семье у каждого есть свои обязанности, и они всегда четко выполняются. Главной в группе считается взрослая опытная самка. Именно она решает, куда плыть и чем заниматься. Самые крупные самцы берут на себя обязанности охранников. Они следят за тем, чтобы в группе было безопасно и не позволяют приближаться посторонним. Гринды – очень социальные животные, они взаимодействуют друг с другом постоянно. Все их действия всегда хорошо согласованы. Благодаря использованию развитой системы звуков. Что интересно, у каждой группы даже есть свой диалект. Черные дельфины очень любят играть. Это занятие даже можно назвать их обязательным ритуалом. Разумеется, играют гринды в свободное от важных дел время. Нередко бывают раздражительными. Стресс снимают прикосновениями и объятиями. Питаются гринды, как правило, гигантскими кальмарами, обитающими на большой глубине. Да, добывать такую еду очень сложно. Но наши герои погружаются в бездну без страха и сомнения. Они способны задерживать дыхание примерно на 10 минут и опускаться на глубину до 1 километра. Такие погружения совершаются на рассвете и в сумерках. А еще гринды умеют разгоняться до 30 километров в час. За это они даже получили интересное прозвище – морские гепарды. Когда уже опытные черные дельфины ныряют на большую глубину, они берут с собой молодых, тем самым показывая им различные особенности подобной охоты. Даже находясь на глубине, гринды все еще остаются в контакте с сородичами. Однако при этом они переходят со звуков на щелчки. Это отнимает меньше сил. Ну а завершается охота тем, что гринды поднимают свою добычу на поверхность. За сутки взрослый особь съедает примерно 30 килограмм кальмаров. Тот, кто нырял за добычей, никогда не забывает об остальных членах группы и всегда оставляет для них часть еды. Если же что-то пошло не так и охота закончилась неудачно, дельфин плывет к поверхности, чтобы отдышаться, а затем снова погружается на глубину. Помимо кальмаров, наши герои питаются также рыбой и ракообразными. Отдыхать гринды предпочитают в дневное время. Черные дельфины и в самом деле очень храбры, ведь их не пугают даже такие водные хищники, как косатки. Эти два вида вообще довольно своеобразно ведут себя, когда находятся рядом друг с другом. По наблюдениям, косатки покидают территорию при нахождении рядом гринд, а сами гринды нередко преследуют косаток и имитируют их локализацию. Если же черные дельфины прекращают преследование и останавливаются, косатки разворачиваются в их сторону. А еще не так давно детеныш гринды был замечен в группе косаток. Все говорило о том, что самка ухаживала за ним, как за собственным детенышем. Такой случай был зафиксирован впервые. Все это очень странно, если учесть, что косатки способны делать с дельфинами. Но и гринды тоже очень часто проявляют характер. Как уже было сказано, эти животные совершенно бесстрашны. А могут ли они напасть на человека? Однажды черный дельфин схватил за ногу ныряльщицу и погрузился с ней на глубину 10 метров, после чего вновь поднялся. Ныряльщица не пострадала. Но было ли это нападением? По словам женщины, дельфин не пытался ей навредить. А вот сама она очень мешала животному во время плавания и трогала его руками, из-за чего оно не раз показывало недовольство. Весной гринды покидают свои группы, чтобы завести новые знакомства. В этот период они становятся крайне агрессивными и сталкиваются друг с другом головами, плывя при этом на огромной скорости. Вне семьи черные дельфины проводят всего пару дней, но этого достаточно для того, чтобы через год у самки появился детеныш. При рождении дельфиненок весит 100 килограмм. Такой малыш абсолютно беззащитен, и за ним присматривают все члены семьи. Самка будет опекать его еще примерно 12 лет, а новые детеныши могут появиться у нее примерно через 3 года. Когда самка становится неспособной рожать, в группе на нее возлагаются другие обязанности. Она начинает присматривать за детенышами, пока их матери охотятся на кальмаров. Такая самка может стать лидером группы, ведь она уже очень много знает, где лучше добывать пропитание, как туда добираться и прочее. Иногда случается так, что маленькие дельфинята погибают, и гринды воспринимают это крайне тяжело. Они очень переживают, и порой держат в зубах мертвого детеныша несколько дней. А еще черные дельфины чаще других китообразных совершают самоубийство. Перед тем, как выброситься на берег, они обычно собираются вместе в плотную кучку. Насчет того, почему они так себя ведут, нет точных сведений. По одному из предположений, это происходит из-за помех в электромагнитном поле Земли, вызванных развитием судоходства. Спасти при этом, как правило, удается совсем небольшое количество гринд. К счастью, популяции наших героев в дикой природе ничего не угрожает. У черных дельфинов нет врагов. К тому же самки гринд живут очень долго, примерно 60 лет. Кстати, жизнь самцов не такая долгая, только 45 лет. Да, о гриндах известно не так уж много информации, и кое о чем мы можем только догадываться. Но те сведения, которые нам известны, бесспорно вызывают большой интерес. До скорого!